Это чисто поисковые такие модели. Видимо, ребята искали наиболее классическую, уместную данную ситуацию область. От классических монументальных идей до необычных современных решений. На суд жюри скульпторы представили 22 работы. У каждого автора свое видение, каким должен быть монумент, увековечивающий первое исполнение знаменитого вальса на сопках Манжурии, посвященного героям русско-японской войны. Установить памятник планируется в Струковском саду, где впервые и прозвучало музыкальное произведение. Конкретное место расположения выбирают сами авторы. Все привязываются к одному месту, да, или нет? Нет, все к разному. Все к разному, да? Да. По условиям конкурса предоставлена была вся территория парка, поэтому здесь есть предложение, в том числе и в районе входной группы, в районе грота. Имена авторов проектов пока скрыты. Каждой работе присвоен свой номер. Оценивать идеи будет жюри, в которое вошли архитекторы, скульпторы и музыканты. Работы настолько разноплановые, что их интересно даже сравнивать друг с другом и применять к той ситуации, для которой они предложены. И я надеюсь это упростить и обеспечить более объективную работу жюри, а соответственно и подведение итогов. В первый этап конкурса выйдут несколько финалистов. Их определят до конца недели. Победитель станет известен в начале июля. Планируется, что новая скульптурная композиция украсит Струковский сад уже в этом году. Лариса Шлафас, Николай Сидоров. События. Лариса Шлафас, Николай Сидоров.